добрый день продолжаем рассматривать информатику 2 3 семестра ну и очередная задача на данный момент это решение нелинейных уравнений различными методами то есть первое из которых нет простых итераций но мы воспользуемся усовершенствованным ввиду того что простые хитерации не всегда сходятся к скомому решению а вот усовершенствованным то есть мы всегда можем получить скомый корень так в обязательном порядке до этой задачи у вас должно быть отделение корня то есть аналитическим и графическим методом проверить существует ли на вашем отрезке график функции который пересекается с осью x но в моем случае есть значение равно корня 1,01 как он здесь показывает так я выполню соответственно с лекционными материалами вам нужно сделать исходя из ваших условий задачи то есть если все правильно поймете в разобранном варианте то я думаю не составит никакого затруднения выполнить вашу лабораторную работу на данный метод и так начнем мы как обычно заголовка программы так дальше нам понадобится переменная начальное значение дальше погрешность давайте обозначим это сделаем вещественного типа так ей понадобится нам так еще добавим искомый корень переменная так ну и добавим на какую итерацию определился у вас искомый корень переменная так если что-то забыли добавим так начинаем писать функцию так обращая ваше внимание то здесь принимается преобразованная функция то есть у вас исходная функция вам ее нужно преобразовать то есть вынести в данном случае вправо левую часть значение x либо его добавить здесь проще добавить 2x плюс x плюс x так ну и назовем функцию точно так же так это будет реальная результат тоже будет реальная так как начало программы дальше же но это очень равно так добавляем x дальше единиц ставим функция возведение в квадрат так ну давайте воспользуемся так дальше плюс так ну давайте воспользуемся стандартные функции возведения степей так, ну и на этом функция у нас написана в соответствии с заданием с учетом преобразования так, ну и процедура в котором будет описан метод усовершенствованный метод операции так, здесь нам понадобится введение x дальше нам понадобится epsilon обозначим так это у нас будет параметры значения так, и нам нужно параметр переменной а именно так то есть x2 который будет корнем уравнения так, и еще один параметр переменной это искомая операция на которой найдем этот делаем ее численное численное так, внутри нам понадобится метка так, и понадобится переменная x1 дальше нам понадобится если посмотреть вот это вот производная функция так и назовем jf и jz так, и альфа нам понадобится так, альфа все остальное уже есть так, ну и сделаем нечистое так, начинаем писать программу так экспира равно g от x так то есть начального значения так, дальше x2 у нас равна функции прям разума x1 так, и дальше x2 x2 вычисляем по формуле производную данного метода так gmx сабил минус x1 минус x1 поделите на x1 минус минус x2 Так, дальше поделяем альфа, как имеется в виду, производная уравнение. Так, следующее у нас непосредственно уравнение x2 равно x1, дальше плюс, поправка, дальше знак умножить в скобках. Поправка. Так, дальше проверяем. Условия по многим значениям x2 минус x1 если больше. y, тогда мы начальному значению присылаем значение x1, а x1 присылаем значение x2 и переходим благодаря метке на операторы. А конкретно вот сюда. Так, на этом процедура закончилась и начинаем писать основную программу. Итак, сначала начнем с комментариев. введите x на отрезки, в моем случае 0 и 2. с помощью стандартной процедуры считываем. А это у нас будет x0. Так, ну чтобы опять не повторяться. внести можно погрешность. Так, и ее вводим. Так, дальше воспользуемся процедурой и поставим те значения, которые мы писали. Так, есть два у нас скомы. Так, ну и здесь тоже скомы итерации. Так, ну и единственное, что осталось в истинный экран. И скомы корень. И скомы корень. Так, ну и еще нужно вывести на какой операции. Найдем. Так, вот и все. Так, проверяем, если нет ошибок. Так, ну они бывают по случайности. Так, вводим значение на отрезки от 0 до 1 до 1. Погрешность в сотую. Так, а вот здесь у нас закралась ошибка. Так, заново повторяем. Погрешность в сотую. Так, ну и вот у нас получился ответ. То есть значение 1,107. Так, открываем отделение корня. Вот здесь у нас 1,11. То есть в результате округления, если мы сейчас здесь поставим. 4 и базового капуста запятой. Значения совпали. Итак, первый этап сделан. Переходим к следующему. Первый, основной этап сделан. Переходим к следующему этапу. Первый этап будет у нас электронная таблица. Так, вставляем то, что мы скопировали. Так, начальное значение. Пишем то, что вводили. 0,1. Дальше. 2. 2. Сланд. Погрешность на целых. 1 сотая. Ну и переходим непосредственно к выполнению процедуры. x1. Так, пишем уравнение. Равно. То есть мы выбрали от x нулевого. Дальше. плюс 1. Минус. От x нулевого. В степени 2. Дальше. Плюс. 1x делить на 6. Умножить. В третьей степени. Так. Это действие совершили. Теперь. i равно. Первое значение. 1. Так. Второе значение. Это плюс 1. Так. И продолжим. К на 4. Так. Следующее. x2. Равно. опять. Начинаем писать. В третьей степени. От x1. Плюс 1. Вот это. Дальше. Минус. Это. Возводим. В квадрат. Плюс. Делить на 6. Умножить. На это же. Но только уже. В кубе. Так. Следующее. Вычисляем. Эту. Функцию. Здесь. Воспользоваться. Этим. Минус. x1. Сейчас. Скобку. Закрываем. Узначим. Скобку. Открываем. Опять. x1. Минус. x1. Сейчас. Скобку. Так. Следующее. У нас. Альфа. Равно. Единице. Единица. Скобка. Единица. Минус. Найденная функция. Чуть выше. Так. Ну. x2. Будем определять. Как. Будем определять. Как. Будем определять. Показано. И так. Это у нас. Будет равно. x1. Плюс. Альфа. Умноженное. на скобки. Ну. Это. Минус. x1. Скобки. Закрылись. Так. Ну. И. Проверка. На корень. Так. Вставляем. Функцию. Если. Так. Логическое выражение. Помогу. Модуль. У нас. Это. Минус. Это. Должно быть. Больше. Данного значения. Так. Ну. Чтобы не перемещалось. Поставим знак двора. Так, здесь пишем, это мы корень не нашли, это мы нашли корень. Если значение ложь. Так, подставляем, так если у нас нет, то у нас идет переприсвоение, т.е. x0 ставится x1, так. Ага, у x1 присваивается x2, значит этому присваивается вот это. Так, дальше есть я. Считаем, считаем. Так, и считаем. Так, и проверяем. Пять нет. Забываем продлевать. Так, вот найдем корень, т.е. x107 совпало с предыдущими значениями. Так, с этим этапом мы закончили. Так, ну и переходим к третьему этапу. Это оформление. Так, пишем условия. Так. Так. Со всеми уравнениями. так. Я уже писать не буду. То есть я продолжу. Дальше. Ко первой программе. Так. Ну и. нарисуем блок схемы. Начинаем с более простой функцией. Взять будет начало. Будет вычисляемое начало. Так. И будет наконец. Так, чтобы не меньше. Взять можно воспользоваться либо исходным вариантом, по условию задачи. Ну а я возьму из программы. Так. Ну и вставляем связи с направлением, движением, выполнением алгоритмы. Так. Блок схемы на функцию мы написали. Следующая блок схема у нас на подпрограмму. Так. В этой подпрограмме у нас опять будет начало. там будет вычислительный блок небольшой. Будет вычислительный блок побольше. Дальше будут условия. Будет опять прямоугольник. Так. И будет конец. Так. Опять дополняем. Добавленные блоки. Уменьшить. При желании. Так. И действительно. И еще один блок. Вчислительный. Добавим слоя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он идет вот отсюда. Сюда идет отсюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну и последнее добавление. Это указываем правильное направление. Если условия верны, путь данный. Так, опять уменьшаем. Так, ну и единственное, что осталось. Это основная программа. Так, ну и добавляем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше. Начало. Вычислительный блок чуть ниже. Так, ввод значений перереди. Дальше будет вывод значений. Так, ну и конец. Так, ну и опять заполняем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, добавляем в облачение. Дальше. Дальше будет вывод. 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 так и еще не хватает этого блока здесь о том что у нас здесь есть программа а так ну практически и все единственного здесь тоже надо добавить под программу давайте это сделаем потому что изначально мы ее забыли но всегда есть возможность справиться так вот все третий этап закончен так ну и осталось защитить всем удачных вычислений до следующих видео и